Путин поручил предоставить льготы для оплаты авиабилету детям-инвалидам из Дальневосточного федерального округа. Какой добрый эх, представляете? То есть там билеты стоят гораздо дороже, чем у Сингапура. А билеты детям вот скидочку сделал. Какой молодец. То есть не пустил лоукостеры, которые возят за копеечку. Возят всех за огромные деньги, но скидочку сделал. Жуть. И Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Знаете, кого будут сажать? Тех, кто вообще никакого отношения к наркотикам не имеет. Также будут провоцировать, вызывать на разговор. А вот во Франции, например, сейчас в медицинских целях разрешили марихуану. Мне тут уже написали, Мальцев, будешь лечиться? Я ответил, надеюсь, что нет. Что не буду я лечиться. И так и будет. А вы как относитесь к наркотикам? Будут раскочегаривать на какой-то разговор, а потом привлекать за пропаганду наркотиков в интернете. Ну, они чем могут еще заниматься? Стоп-провокациями, больше ни с чем. Путин увеличил штат прокуратуры. И помните, только недавно говорили о сокращении. Вот вам ответ. Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты. То есть, это было, я так понимаю, было частное, ой, частное. Это было казенное предприятие, да. А теперь это казенное учреждение, вернее. А теперь это будет часть Минфина. То есть, у них будут функции контролирующие какая-то. То есть, не то фискальная, не то силовая структура вообще получается. Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Ох, разойдутся они там. Посмотрим. Телеведущий Дмитрий Киселев. Вот Медведев вообще только такое интересует. Часы перевозить, игорные зоны создавать, ну и прочая фигня. Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России. Ну, вы представляете, главный винодел, журналист, причем херовый журналист. Рогозин тоже журналист, главный космонавт. Суровикин, который вот два года, через два дня будет два года, как возглавляет военно-космические силы. Чем занимаются военно-космические силы? Ну, военным космосом, авиацией, да, причем и истребительной, и фронтовой, дальней, всеми видами, да, и ПВО противовоздушной обороны. Вот главный космонавт, да, Суровикин, пехотинец. Два года будет возглавлять, представляете, эти журналисты, этот пехотинец, Шойгу, вообще гражданский строитель. А вот Киселев теперь главный винодел. Вот куда они дальше зайдут, интересно мне, кто будут. Ленина, тут я опять цитирую, представляете, посмотрел, даже не ожидал от себя, что я так... Богатые и жулики, это две стороны одной медали, это два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества. Беспощадно. Ленин о законе. Интересно, да? Это к вопросу вот об этих кренделях. Путин наградил орденом дружбы вице-президента Никарагуа. Видите, какая прелесть. Так вот, вице-президент Никарагуа умеет с Путиным дружить, что получает путинский орден. Надо так и назвать орден дружбы с Путиным. Друг Путина, орден такой, друг Путина, вот посоветуйте. Там, я думаю, определенная категория смотрит. Вагик Тальперу купил в Барселоне парингер для мегаяхт, а что сделал для России и ты, Мальцева? В России за год закрылось почти 700 тысяч предприятий. То есть, это в пресс-службе Минэкономразвития об этом сказали. То есть, они там фиксируют, визы фиксировали, что 700 тысяч предприятий закрылось. И вдруг вот такая ерунда, вдруг Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России. Представляете, эти данные, заявил Песков, не совпадают с официальной статистикой. Интересно, а в Минэкономразвитии не официальная статистика, а частная статистика? Представляете, какая прелесть? То есть, нет слов. То есть, там левая рука не ведает, что творит правая, да? Или наоборот. Орешкин призвал желающих изменить жизнь страны участвовать в конкурсе лидера России. Их и придурок. Представляете, чтобы изменить жизнь страны, надо участвовать в конкурсе хлебососов, ну, чтобы хуже не выразиться, конечно, и жополизов. Да, это обоссышься, и чем же ты жизнь страны таким образом изменишь, да? У нас свой конкурс на сегодняшний день, Орешкин проходит. Время нас выбрало, да? Не конкурс, а время. У нас свой конкурс лидеров России, да? И даже в этом конкурсе даже шаман участвует у нас. Даже шаман на лидера России претендует, понимаете? На самом деле, так оно и есть. Это и есть конкурс. Вот сейчас идет самый натуральный конкурс на лидера России. Участвует Навальный, участвует Соболь, участвует Мальцев, участвует Шаман и так далее. То есть, это совершенно четко. Не вот тот конкурс лидера России. Там нет никаких лидеров. Там конкурс жополизов. Названо главное предприятие для качественной реализации нацпроектов. И знаете, какое главное препятствие Кудрин видит? Считает, что главным, но не единственным препятствием для качественной реализации национальных проектов в стране является сложная иерархия уровней управления. Как все сложно. Все очень просто. Главное препятствие для вообще любой деятельности положительной в России – это воровство, некомпетентность тех, кто находится у власти, потому что была отрицательная селекция, предательство. Потому что есть Путин, китайские шпионы, есть мрази, которые реально хотят уничтожить Россию. Им выгодно. Ну и трусость тех, кто это все понимает, но не пытается противодействовать. И, конечно, глупость тех, кто это не понимает. Вот главные такие, как бы, вехи, да. А еще кумовство. Нет, а при чем здесь кумовство? Ну, предположим, не было кумовства, и вот все путинские воровали, не будучи кумовьями. То есть, это просто с точки зрения организации, устойчивости из-за того, что они друг к другу, там, кем-то являются, друзьями, сватьями, братьями, и все. Так что, это не является главным, так сказать, камнем, замковым, да. Это просто облегчает их воровство и все, некомпетентность, предательство и трусость, да, и все такое прочее.